Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас новый выпуск, и он приключился и придумался очень-очень неожиданно. Я прилетел в Красноярск, ну, естественно, запланировано по определенным делам, и в том числе эти дела связаны с Геркулес-Ж2. Цель какая? У нас очередная партия, она готова к отгрузке, но в этой партии мы внесли некоторое количество изменений, существенных, хороших и интересных, ну, для того, чтобы улучшить продукт и сделать его более правильным, более четким, да, более божественным. Вот, и я решил как-то их посмотреть, эти изменения, как они реализовались в продукте, потому что, ну, мне это очень важно, естественно, можно было, в принципе, это понять. И что я придумал? Что я придумал? Я придумал, а почему бы это все не показать, вот, в видео, да? Ну, вы можете, конечно, не поверить, что это было спонтанно, но если бы это не было спонтанно, у меня была бы нормальная камера, а не Соника. Я решил показать, как, что с принтерами, как они выглядят, запустить на них печать, любую из интернета, просто попавшуюся модель, которая мне покажется интересной. Что в итоге произойдет с этим у меня, получится, не получится, и получит ли кто-нибудь сегодня, так и хочется сказать, но нельзя. Поэтому говорю, показываю, как есть. А вы, если хотите посмотреть какую-то нашу изнаночку, смотрите. Поставьте лайк этому видео, если, ну, пока все нравится. Подписывайтесь на наш канал. Я думаю, о детильной кухне, да? У меня был сегодня перелет, я спал типа три часа, поэтому я туплю. Короче, давайте смотреть, давайте делать видео. Для того, чтобы можно было, так сказать, непредвзято, подойти к вопросу этого интереснейшего тестирования, или проверки, или приемки, дополнительного осмотра, вот, надо же что-нибудь напечатать, правильно? Надо взять какую-нибудь модельку интересную, и ее запустить на печать. Для этого, естественно, мы воспользуемся сервисом thinggivers.com и что мы здесь, вот, просто открываем и смотрим, какие тут есть прикольные модели. Ну, ладно, я скажу уже, что на самом деле я выбрал конкретную модель, чтобы она была полезной, потому что 17 принтеров, чтобы печать была не бесполезной, потом можно было с этим что-нибудь сделать. Я решил выбрать вот такую вот модельку. Это коробочки, коробочки, которых много. Вот такие вот коробочки. Потом, значит, что, скачал архив, заходим в Diaprint, в Diaprint Cloud, заходим, у нас все принтеры, которые собираются на производстве, они все цепляются к производственному аккаунту. Вот, соответственно, если мы зайдем в Diaprint, мы увидим, что вот здесь вот у нас отражены все принтеры, которые сейчас как раз-таки готовы и которые можно будет, на которые можно будет отправить на печать. Ну и их, соответственно, посмотреть. Соответственно, что мы делаем? Заходим в файлы, drag-and-drop им сейчас сюда вот этот вот прекрасный. И вот так вот. Оп. Все, загружаем сюда модельку. И нажимаем расположить. Ничего себе тут баночка, да? Ну, нам такая баночка большая не нужна, поэтому я предлагаю ее отмасштабировать. Допустим, 75%. Вот такая, я думаю, вполне будет нормально. Нажимаем отслайсить. Так, будем печатать из стандартного профиля RecPLA 05 Fast. Здесь мы, естественно, ничего менять не будем. Выстав слой 0,3. Температуры все выставлены. В общем, здесь все, собственно говоря, единственное, что нам не нужны поддержки. Не нужны поддержки. Материал PLA, GERCULAT G2. Все, отслайсить. Кстати, недавно мы ввели в слайсере такую вот дополнительную кнопочку, жмякнув по которой, можно посмотреть, с какими параметром была отслайсена та или иная модель. Что ж, пойдем посмотрим сначала принтеры. О, вы только посмотрите на эту красоту, а. Мм? Красота. И здесь G2. Получается, в каком состоянии находятся эти принтеры? Они полностью готовы. Они полностью все проверены. Они полностью все отпечатали, отпечатали все тесты. Зачем, собственно говоря, я им нужен, да? Я просто, так как это первая большая партия к отгрузке, то есть мы уже отгрузили порядка 20 принтеров. Это были единичные там, ну, то есть по несколько штук мы их делали. Вот, а эта партия, она включает в себя, во-первых, очень большое количество изменений, которые мы внесли после сборки пилотной партии и в процессе, еще, в процессе, как сказать, до разработок, так скажем, да? И поэтому я хотел убедиться, наверное, так как я очень сильно переживаю, в том, чтобы все они были реализованы правильно и уже непосредственно посмотреть их на готовом конечном продукте. Поэтому эти принтеры, они полностью все готовые, у нас еще не готова упаковка финальная, красивая коробка с красивыми ложементами и так далее, то у них комплектация останется непосредственно в самом принтере, уложена там в пакет. Забегая вперед, скажу, что в нормальной, в нашей именно серийной упаковке коробка картонная, из сотового картона, с супер-пупер офигенными ложементами внутри. В общем, в каком-нибудь очередном видео я обязательно покажу. И, кстати, я показывал, как выглядят ложементы в нашем телеграм-чате «Аддитивная кухня». По ссылке в описании можете перейти и вступить в него, и посмотреть, ознакомиться с какой-то инсайдерской информацией о наших разработках в том числе. Смотрите, я на самом деле уже пробежался немножко по природам, посмотрел. И давайте вот просто заглянем внутрь, посмотрим, насколько здесь все красиво ребята сделали, да. То есть мы, что мы можем увидеть? Мы можем увидеть только красоту, на самом деле. Не красоту мы видеть не можем. Вот. Но, наверное, наверное, самые внимательные зрители, самые внимательные, увидят вот это вот. Что вот это такое, да? Что это такое? Это бракованные ручки. Бракованные ручки. Как они получились? А я вот так вот подхожу, такой, типа, дергаю, и она такая, чик, и сломалась, да. Ну, это же косяк. Это пока, так сказать, плохо напечатали, либо плохо проверили после печати, либо вообще не проверили. В общем, тот, кто нужен, тот получил, а кто должен был получить, не получить теперь, да. Вот такой двойной смысл. Ну, суть в том, что вот это единственное пока из визуала, на что я обратил внимание, что, естественно, является просто грубым недопущением. И да, кто не знал, ручка печатная. Печатаем мы ее из композита. И вообще все детали, которые вы можете увидеть здесь, которые являются печатными, они все напечатаны из композита. Кстати, вот смотрите, вот у нас есть большое количество 3D-принтеров. Ведь правда, это очень удобно, когда мы можем просто с одного места запускать одну и ту же модель на всех принтерах, а не вот заниматься вот этим вот. Так, что, куда-нибудь надо здесь сюда вставить, сюда вставить флешку, сюда надо вставить флешку, сюда надо вставить флешку, сюда надо вставить флешку, и сюда надо вставить флешку, и сюда надо вставить флешку. Эти флешки все повставлять, потом это все запустить. Ну, короче, это типа неудобно, да. А так вот, сейчас вот я возьму планшет, из планшета зайду в Диапринт и буду запускать тот вот код, который я готовил вот эту коробочку для печати а нет мне для начала нужно везде пластик сейчас заправить сначала вот и так как у меня есть не так много катушек пла река вот а я хочу напечатать именно из пла ну вот так вот я хочу да допустим тем более пока на момент съемки этого видео у нас не на все материалы к сожалению есть хорошо отработанные профиля но одна была есть всех популярных производителей вот поэтому я возьму сейчас была по отматываю от него колечечки и буду заправлять пластик во все эти прекрасный 17 3d принтеров геркулят g2 смотрите да вот я хотел пойти посмотреть сколько метров мне нужно на печатную деталь по весу да а знаете как я сейчас это сделал очень просто я просто вот возьму руки телефон зайду в диаприн клауд вот нажимаю на эту иконочку и нам нужно будет 10 грамм 10 грамм 10 грамм все понятно 10 грамм и ну короче плюс минус 5 метров видите я прин клауд очень удобно примерно в стопах вот криворукий артеонная чпок кстати я ни в одном видео не показывал что у нас вот что скрывается за этой вот крышечкой здесь у нас находится датчик наличия вот а вот это вот меламиновая губка она стоит перед отверстием специально для того чтобы собирать всякую как у с пластика в следующих ревизиях уже немножко конструкцию поменяем потому что она оказалась не настолько супер удобно насколько как бы это хочется вот и помимо того что это меламиновая губка стоит в датчике мы еще дополнительно кладем три штучки в комплект кстати при заправке не возникает никаких проблем вот этими заправочными действиями чего я добиваюсь да я проверяю что пользователь спокойно возьмет и заправить пластик куда ему нужно и у него не возникнет никаких проблем то есть фактически я сейчас выполняю роль играю роль нашего пользователя вот видите нам тут рисунок говорит что типа если конец прутка не попала в направляющую гайку то вставьте его до упора то есть конец вот этого прутка до необходимо его вот здесь поднажать но как я сказал если там конец уже острый то его даже можно просто поднадавить вот отсюда видите он самого захватывает и соответственно доходит до нужного места но вот из-за того что я не сразу туда добавляю а потом не приходится немножко добавлять и он выходит так пусто как мы нажимаем далее принтер или чистится он делает небольшую экструзию почти в контейнер экструзия такое дело никогда не угадает куда она пойдет вот почистить от четко единство что нам нужно будет убрать это вот эту вот штуку на столе можно укрепить или туда же то запуская на печать значит наша подготовленная модель к блин я надеюсь что здесь нету бликов на ipad если что я на всякий случай запишутая скринкаст вот на наш код мы помним да мы его печатали вот у нас же два вот он наша модель к сверху так все 10 грамм наши да теперь мы нажимаем на печатать и вот она самый-то кайф онлайн менеджмента 3d печати это как раз таки что мы видим здесь все принтеры с 24 по 40 единственный минус что тоже мы себе уже записали это исправить следующем релизе это чтобы можно было галочками выбирать сразу несколько принтеров и отправлять на печать на сразу на несколько принтеров а пока нам придется сделать это можно сделать это как можно прямо отсюда нажимать просто печать 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 вот а можно отправить на один принтер и потом там просто копирует за иной другой но мы пойдем как бы по пути вот отсюда начнем начнем по порядку 24 а ну вот он исчез тоже надо момент этот я думал пофиксить вот мы отправлен 24 сейчас мы сможем сделать копировать вот и соответственно копировать его вовсе во все принтеры в остальные вот у нас 25 вот видите это неудобно этот момент нужно будет пофиксить и вот тут на этой прекрасной ноте я хочу передать привет всем тем любителям юсби и sd флешек и различных устройств которые необходимо вставлять в принтер для того чтобы отправить туда задание на печать я почему-то не среагировал раньше именно вот в тот момент когда я снимал это видео находясь в красноярске о том насколько я быстро смог вот этот весь процесс сделать то есть проверить принтеры запустить на печать ну не то чтобы проверить принтера именно процесс запуска на печать сразу на все 17 принтеров я почему-то сам видимо уже просто настолько привыкнув запускать принтеры удаленно уже даже не придаю этому особого значения насколько круто и удобно это получается и вот тут я хочу передать привет всем тем обожателям этих юсби устройств вы заметили что я всего лишь за две минуты запустил на печать 17 3d принтеров с одного планшета вы представляете сколько бы времени у меня ушло если бы я задание копировал на 17 флешек неважно sd и юсби потом был прохождился бы по всем 17 принтерам и вставлял в каждой флешечку либо юсби либо sd карту представляете это было бы ну не знаю до утра бы точно конечно да а так вы сами заметили как это было быстро поэтому всем тем привет любителям и обожателям падению производительности иван передаю тебе отдельный привет не ну кто не понял этот вот между собой на у передачу привета всех категорически приглашаю зазываю в наш телеграм-чат аддитивная кухня по ссылке в описании и там введите в поиски падения производительности и вы поймете о чем я говорю и зачем я передавал привет ивану этого мы с одного планшета запустили печать на 17 3d принтера геркулес g2 и у них уже пошли какие-то операции вот этот уже начал печатать как мы видим ну-ка откроем чё там зазором все шикарно просто шикарно получается чё 17 линтеров у нас работе как вы можете видеть да они все печатают все-все-все-все-все-все-все но чтобы вы не подумали что все прошло идеально я расскажу сейчас что выяснилось в процессе этого запуска и моего как бы так сказать осмотра первое каким-то образом 34 принтер оказался не добавлены в диапринт я этот момент пропустил потому что я их не считал окей мы его добавим сейчас я запущу его на печать второй момент на двадцать пятом принтере оказалось не такая уж и хорошая калибровка нулевого положения из-за этого у него оказался слишком задран зазор либо этот офсет здесь в принципе не настроили которые настраиваются из-под сервисного меню настроим и все заработает как надо а на одном принтере на вот этом вот тоже с настройкой офсета произошел ну короче он настроен неправильно вот тоже надо будет перенастроить остальные принтеры все запустились и печатают то есть из 17 принтеров у нас один получается не подключен остается 16 у двух с зазорами надо не зазоры а именно все это перенастроить потому что они видимо либо не настроены либо ну не знаю вот и получается что 14 принтеров беспроблемно запустились и печатают так и еще один момент который вскрылся при печати этого кубика который я случайным образом нашел на тенге версия это это короче видите здесь дыры дыры вот и прежде чем вы начнете писать комментариях типа о как геркулес g2 говена печатает я вам покажу что это происходит абсолютно на всех печатях на всех принтерах любой принтер который мы возьмем мы увидим что у него во всех тех же местах вот такие вот штучки что это за штучки смотрите когда вы моделируете деталь для 3d печати вам необходимо учитывать параметры своего 3d принтера самая явная ошибка которую делают при проектировании это толщину стенки у нас на 3d принтере геркулес g2 стоит сопло 0,5 мм есть сопло 0,3 мм 0,2 мм 0,8 мм 1,1 и 1,2 мм ну а стандартные стоит 0,5 мм и соответственно толщину стенки необходимо делать кратно 0,5 мм если у вас толщиной стенки будет 0,9 мм 0,95 мм или что-то не кратно 0,5 мм то для слайсера эта ситуация при 0,5 мм сопле при параметре включать 0,5 мм сопло может показаться несколько странной и вот эта модель которую я скачал с интернета по всей видимости она была сделана под более распространенное на других принтерах сопло 0,4 мм соответственно мы задаем слайсер толщину стенки мм у нас сопло 0,5 мм а там толщина стенки 0,8 мм в принципе ну к примеру или там 1,2 мм например соответственно у слайсера возникают некоторые сомнения по поводу того как эта модель тогда визуализировать, простраивать и считать если мы с вами посмотрим на визуализации то мы увидим во первых что у нас здесь есть вот эти дефекты о которых я говорю вот здесь вот они мы даже их вот здесь вот видим вот то есть как мы сейчас сделаем вот здесь мы видим видео печати мы видим да на угле на углу какая штучка получается с этой стороны мы видим с визуализацией что присутствует этот же самый косяк вот поэтому плюс ко всему на повороте на повороте на повороте да на углу мы видим что здесь какие то есть вообще какие то пробелы непонятные слайсинг у нас прошел просто тупо в автоматическом режиме и он посчитал так как посчитал и все соответственно то что модель не адаптирована для печати под 0,5 сопло ну как бы кто мог это предвидеть поэтому когда вы проектируете что-то под 3d печать обязательно учитывайте параметры самого принтера его сопла и прочих каких то вещей это очень важно так ну что у нас вот на одном принтере закончилась печать еще не остыла нормально но мы снимем я покажу да видно да прям капец модель короче прям неудачная для печати вот но в целом мы видим что у нас все очень ровненько вот не считая вот эту вот недо экструзию рванину давайте лучше посмотрим на абсолютно идеальные принтер в клад подключили просто он не был туда добавлен или был добавлен на другой аккаунт я так и не понял короче чисто техническая история ассеты соответственно поправили дозарядили пластик сейчас будем печатать модельку которая у нас является частью тестов производства берем получается вот этот у нас 3d bench for test что тут у нас так все напечатать видим что у нас здесь 17 принтеров и отправляем на печать по очереди ну и можно услышать по шуму когда 17 принтеров в одной маленькой комнатке начинают печатать и включается у них активное охлаждение камеры потому что мы печатаем пола но это невозможно не услышать хотя один принтер он очень тихий но вот 17 уже все таки чувствуется так как там у нас печатает все прекрасненько а здесь тоже хорошо и здесь хорошо главное чтобы не подзапутывая здесь ничего главное что мы здесь видим что что в принтерах у которых у нас были непорядки с офсетом да у нас как вы видите все четенько это видно по первому слою по бриму ну и в целом по печати что все супер корректно потому что настроили ну и вот соответственно второй принтер у которого была проблемка с первым слоем видно тоже что все здесь супер ну и что соответственно хотелось бы показать непосредственно на самой печати как мы видим у нас нет абсолютно никаких ни пропусков ни каких-то недоэкструзий ни каких-то непонятных других косяков на модели почему потому что эта модель конкретно отработана настроена и на ней в принципе не может быть каких-то либо дефектов связанных с настройками параметров печати в отличие вот от той модели которую я запустил первым поэтому в случае если вдруг у вас будут сомнения что это было связано непосредственно с самим принтером собственно говоря абсолютно с этого же самого принтера только это отслайшена неправильно точнее отслайшена то она правильно просто параметры для нее не были подобраны соответствующим образом в соответствии с тем способом как она была спроектирована либо спроектирована не под печать на этом принтере одно из двух соответственно эта модель в которой все настроено отлажено и сделано нормально печатается на этом же самом принтере и мы видим что разница просто колоссальная блин это реально кайфовая штука вы просто представляете вы вот запускаете много-много принтеров и один начинает моргать и вы такие что такое происходит заходим сюда а у нас проблемы с подачей потому что мы не можем протянуть вот эту вот штуку и потом мы ее исправляем но вообще конечно нормальная катушка пластика такого происходить в принципе не будет но мало ли вот и возобновляем печать кстати касательно вот этой детали она мне все покой не дает где эта показница вот безусловно кто-то из вас напишет типа мол ну хорошо не получилось с базовыми настройками эту деталь распечатать показали бы типа показал бы ты Артем какие надо было настройки пофиксить для того чтобы типа в итоге получить из ее нормальную печать просто в рамках этого видео я не готов был экспериментировать да, тратить на это время потому что у меня задача видео было показать несколько иные процессы связанные с G2 с производством и я думаю что если вы действительно хотите узнать каким образом эту модель необходимо адаптировать печать так чтобы она без проблем напечаталась а не вот это вот напишите в комментариях выразите свое желание скажите да, давай видос про адаптацию вот этой вот коробочки к печати и я соответственно это сделаю запишу поставлю себе целью именно продемонстрировать как с помощью настроек слайсера либо проектирование перепроектирование но лучше все таки настроек слайсера то есть мы вот мы же когда берем скачиваем готовую модель мы же не можем по идее ее изменить но она типа в STL например да, то есть все бери и не печатай там сам мудри с настройками что хочешь как бы и проблемы типа твои поэтому я думаю что именно как именно с помощью настроек слайсера сделать так чтобы эта печать эта деталь напечаталась идеально так же идеально как эти замечательные корабли то дорогие друзья я думаю что вам понравился такой формат видео надеюсь по крайней мере на то что понравился я показал вам немножечко изнанку нашего внутреннего процесса связанного с производством G2 если вам нравится и хочется видеть такой контент чаще ну или так сказать с определенной периодичностью напишите пожалуйста в комментариях и обязательно отреагируйте на это видео хорошим жирным лайком так я пойму что вам действительно это нравится можете даже ничего не писать если это затруднительно для вас просто поставьте лайк и я пойму то что вам понравилось ну не хотите написать вот а для того чтобы не пропустить выход новых видео подписывайтесь на наш канал внизу колокольчик канал аддитивная кухня это канал импринты про 3d-печать и не только про 3d-принтеры и некоторую нашу внутреннюю жизнь меня зовут Артем Соломников спасибо что досмотрели это видео до конца и пока кстати для тех кто волнуется переживает по поводу того что я где тут ну типа бракованные ручки были да я их оторвал вот а сам такой сказал ну мы типа проблемы тут устранили софсетом да и типа все нормально конечно же ручки тоже поправят почистят их от печати вот этого кораблика почистят ремни ну и все соответственно запакует и они поедут своим счастливым клиентам кстати конкретно эти принтеры поедут в точку роста в точку роста да поэтому точка роста если ты это смотришь жди хотел показать интересный момент очень часто такое бывает что время печати которое показывает слайсер оно всегда отличается в какую-то в большую либо в меньшую сторону от того времени печати которое по факту происходит вот я сказал то что эта модель кораблика печатается 43 минуты запомнили да эту цифру заходим в уведомление блин я надеюсь будет видно заходим в уведомление мы видим начало печати 55 минут 50 секунд назад ну можно сказать 56 успешно успешно завершена печать 9 минут назад если мы 56 отнимем 9 у нас получится 47 минут правильно правильно с учетом времени прогрева в принципе это достаточно небольшая погрешность для той того времени которое задал нам слайсер браво диапринт клауд браво ой игрок лет же 2 естественно тоже браво давайте поаплодируем ему в комментариях вот уходят до моря корабли и уходят вдаль дорога белая и слышен стол со всей земли любовь моя но что ты сделала вот уходят море корабли и уходят вдаль дорога белая и слышен стол браво м